По крайней мере территория, можно светотень убрать, не так углом легло и так далее, но горные массивы, кратера, которые на техниках были, а на техниках, допустим, нет, исчезнуть не могли, правильно? А их не было. Вот и все. Да, пожалуйста. Такой вопрос давно меня беспокоит. Ответилетняя душа наша, да, сущность? Во-первых, у нас происходит изменение нового причин, нового населения. А что они берутся? Да, и потом берем различные, скажем, игры с астрологией. Когда говорят, что ты был врач, ты был критателем. А еще там другую жизнь, или там был еще там вся. Вот идет переселение сущностей. По признавательности какой-то расовой, или на самом деле может быть, да? И то, и другое. Давайте последний вопрос, потому что время у нас уже вышло, да? Да. Это последний вопрос на сегодня, я вам отвечу. Во-первых, существует два момента. Как вы понимаете, что наша Земля является в любом случае колонией, и так далее, многие процессы происходят не совсем натуральным образом. То есть, сущность на земном уровне принесена была больше, чем был живущим. Поэтому запас существовал изначально. Это первое. Потому что нельзя было заселить людей, не создав всю систему. Это первое. Это более подобное, если почитать мне в книге «Посреднеброчное человечество», «Сущный разум», первый в том том, это все описано, потому что в «Сущности разум», второй том, как раз описаны моменты, что если человек, допустим, не развивается эволюционно, то происходит во сне, так называемая, происходит дублированность сущности. То есть, чем менее развит человек, тем больше дубли его существует. Объясняется, что происходит. Деление клеток, вы, наверное, если кто-то читал, видел. Так вот, если человек по тем причинам не развивается, у него потенциал колоссальный, а развития вверх нет. Накапливается, и примерно происходит момент дублирования. Сущность копирует. Она оказывается привязанная к тому же тело, копия стопроцентная. Но потом, когда идет засыпание, когда этот дубль фрунчис сформировался, человек засыпает, происходит открытие тела, сущность выходит и первая, и вторая. Только оригинальная возвращается обратно, а скопирование идет на соответствующий уровень. Конечно, чаще всего ниже, чем та сущность, которая пришла. Таким образом, в принципе, происходит пополнение естественного, потому что на нашей планете были особые условия. Но в реальности это происходило таким образом, на других планетах, где жизнь возникла сама по себе, развивалась, достигла в многой форме, без каких-то колонизации, как в нашем случае. То есть, это процесс в нашем случае и тот, и другой. Это такое, что такого проблемы, что откуда взялись сущность, не сущность. И самое интересное, что люди малоизвестные не знают, что у них существует очень много двойников. А вот когда человек более-менее известный, то все обращают внимание на это, правильно? И бывает, что двойники до того похожи, родившиеся в совершенно разных странах, они, если в тот же самый раз, то они были тютика в тютиках один, маленькие, в отличие от них. Хотя в разной генетике ходят, потому что сущность из генетики строит себе тело. И если сущность одна и та же, и генетика хотя бы близкая, то и похожие двойники получаются очень... Поэтому, в принципе, почти у каждого из нас есть двойники, которые уходят, похожи на нас почти точно, как мы, но не являются нами, скажем так. А теперь, на счет перевоплощения, в принципе, сущность может воплотиться в любом месте, потому что в момент зачатия происходит ход той сущности, которая изонируется данной генетикой и условием. Там специально, если интересно, в последнем обращении человечества я просто предсчитаю, какие факторы влияют на уровень сущности в ходячем и зачатии. Там комбинация генетики плюс эмоциональное состояние, если родители любят друг друга, если это любовь, если это просто грязный секс, если пьяные, наркотики, экологическое состояние, внешнее влияние, комбинация, суперпозиция всех факторов влияет на то, в каком уровне сущность входит. То есть сущность входит не на национальность, а на качество. Но если какая-то национальность имеет большее качество, то в нем, в этой национальности, рождается больше людей, сущности более высоких, уменьшит резонанс или ниже качество резонанса, это генетика. Вот и все. Хотя теоретически, практически, может быть, что человек в разных воплощениях был разумен. Но самое смешное, что почему-то практически все люди, которые говорят о реинкарнации, и есть такой забавный фильм, американская комедия, Chances are, то есть это возможности. И там возвращается срочно, ему делают уколы, он помнит прошлую жизнь, он пытается восстановить связь с этой старой семьей, потому что он погиб, через год после свадьбы, его жена беременна, ждет ребенка, он погибает. И вот показывает, как он рождается в другой семье, и он попадает все время начинать все... Там был забавный момент, когда он понял, что что-то неладное себе творится, что он знает вещи, которые он знать, в принципе, не может, потому что он точно показывает то, что... Он в этом фильме идет в магазин, идет оккультные вещи, там, New Age, статус нового, так сказать, так далее, парапсихологический, так далее, и ищет книгу по воплощению душ. И там к ней падает, там женщина садится, и говорит, я, говорит, еще вот хочу понять, а еще кто я, что... Вот я знаю, что я не Клеопатра. Ну, он шутку сказал. А женщина, которая садит, конечно, вы не Клеопатра, потому что я Клеопатра. Вот, на этом закончится, потому что, к сожалению, почему-то все, кто начинает говорить о воплощении, перевоплощении, почему-то никто не хочет быть, там, крестьянином, там, тузнецом, потому что все только одни, цари, императоры и так далее. Возможно такое, возможно, в некоторых случаях, но все не могут быть, понимаете. Я благодарен всем, кто сегодня пришел, надеюсь, постарался дать вам максимальную возможность ответов на вопросы, надеюсь, они вам помогут. И желаю успехов вам.